К другим темам. Жители Шымкентского микрорайона Улагат жалуются на бездорожье. Три года назад там начали укладывать канализационные трубы. Подрядчику пришлось раскопать асфальт, который местные жители, к слову, постелили за свой счет. Работы все еще не доделали. В итоге жильцы 22 улиц остались без коммуникации и без дорожного полотна. Катерина Попкова выясняла, когда подрядчик вернется и доделает свою работу. Жители микрорайона Улагат живут в условиях, которые они сами называют ужасающими. Роза Суиубекова сталкивается с бездорожьем сразу, как только выходит из ворот. Когда дождь, здесь грязь. Мы не можем ходить даже. Даже нормально обувь одевать не можем с этой дороги. Ни канализации, ни дороги, ни освещения, ни транспорт. Но так здесь было не всегда. В 2021 году из бюджета выделили 1 миллиард 425 миллионов тенге на установку канализационных сетей. Пришлось пожертвовать асфальтом, который горожане положили за свой счет. Вспоминает жительница микрорайона Феруза Карабекова. Людям обещали вернуть дороги в первоначальный вид. А вот этот, который центр выиграли, приехали, разбомбили нашу вот эту улицу красивую, асфальтированную. Всю вот эту улицу нашу раскопали, провели канализационные люки, все испортили. Потом обещали, как осадку даст земля, они восстановят наш асфальт. Но с тех вот три года уже, как обещанный, проходит. Вот сами видите нашу улицу. Это одна из центральных улиц в микрорайоне Улагат, где асфальт все-таки постелили. Правда, и эта дорога людей не радует, потому что почти сразу здесь просело дорожное полотно. И теперь, чтобы не провалиться в ямы, люди вынуждены оставлять вот такие предупреждающие знаки. Проезжающие водители не скрывают негодование. Им постоянно приходится лавировать между ямами. В управлении энергетики и развитии инфраструктуры уверены, подрядчик вернется исправлять ошибки. Однако, по словам главного специалиста, Ералхана Ишинкула, нужно дождаться процессуального решения. В целом, объект закончен в 2022 году, в декабре. И сейчас он полностью закончен, объект. Но только проблема там, в дорогах, стала остановлением. Сначала он полностью восстановит, и потом уже житель может подключаться к анализации системы. Из управления направили письмо в департамент экономических расследований. Жители опасаются, что история вновь затянется. Ведь письма в разные инстанции они пишут уже не один год. Многие считают, что надежнее будет закупить резиновые сапоги на грядущую осень. Катерина Попкова, Самад Нагашбек, Лунар Мохамбек, Муратов, Шымкент, 24КЗ.